Урок 3. Типы обследования. Сессия мониторинга. Мы создали карточку пациента и нажимаем кнопку «Новое обследование». У нас открылось окно выбора типа обследования. Начнем по порядку. Первое у нас «Начать сессию мониторинга». Выбираем. Открывается окно «Параметры мониторинга». По умолчанию стоит 5 минут. Это рекомендуемое время обследования. Оно является оптимальным для анализа вариабельности ритма сердца. Нажимаем кнопку «Продолжить». Наденьте датчик клипсу на мочку левого уха. На мочке левого уха сигнал сильнее, чем на мочке правого уха, поэтому следует выбирать именно это ухо. Некоторое время следите за пульсовой волной на экране монитора. Перейдите к поиску оптимального положения датчика клипса на мочке уха. Попробуйте несколько раз сменить положение датчика клипса на мочке, каждый раз замечая высоту пульсовой волны. Экспериментально найдите положение с максимальной высотой. Оставьте датчик клипсу в этом положении. Чем сильнее сигнал, тем выше точность регистрации ритма сердца. Дождитесь, когда программа автоматически начнет расставлять символы сердечки на вершинах волн. И начните запись. Чтобы начать запись ритма сердца, нужно клипкнуть на клавишу «Начать запись». После чего внизу экрана включится таймер времени, который отображает, сколько времени длится запись. Важное примечание. Перед началом записи участнику необходимо дать несколько минут посидеть спокойно, чтобы успокоилось сердцебиение. И во время проведения записи обследуемый не должен разговаривать, чихать, кашлять, делать глубокие вдохи или каким-либо другим способом менять ритм дыхания. То есть нельзя совершать какие-либо действия, которые могут указать на влияние на ритм сердца. В случае нарушения этих правил остановите запись, удалите ее и проведите повторную запись. В следующем уроке мы рассмотрим сеанс биоуправления. Продолжение следует...